Николай Батурин. Биография, творчество, карьера, личная жизнь. У этого молодого человека жизнь только еще начинается, однако он уже интересен многим людям. Во-первых, потому, что он из знаменитой творческой семьи. А во-вторых, в столь юном возрасте он и сам из себя кое-что представляет. А значит, вызывает интерес и внимание публики. В биографии родился Николай Викторович Батурин в 2002 году в семье двух известных людей – миллиардера – Батурина и продюсера Рудковской. После рождения сына семья жила счастливо. В СМИ мелькали фотографии Виктора и Яны с двумя детьми. Старшим был Андрей, сын бизнесмена от первого брака, младший – Николай, который родился у Яны. Дети росли вместе и даже были похожи, с одинаковым цветом волос и прическами, в похожей одежде. А потом у главы семейства начались проблемы закона, его бизнес начал чахнуть. Виктора судили за финансовые махинации и Яна Рудковская решила развестись с ним. Начался долгий и сложный бракоразводный процесс, в ходе которого Яна просила оставить ей Андрея, потому что братья привыкли быть вместе. Это было нервное время с бесконечными судебными заседаниями и неизвестно было, что решит суд. Батурин забрал обоих мальчиков и не давал Яне видеться с ними. Также планировал отобрать у нее продюсерский проект «Дима Билан», заявляя свои права на него. Но Яне удалось отстоять свои права. Когда Батурина приговорили к тюремному заключению, вопрос решился положительно и дети остались с Яной. Позже она вышла замуж за знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и у Коли появился младший брат Саша. Наконец все вздохнули спокойно, у них полноценная семья, любящие родители и очень неплохие перспективы. Что касается Николая, он уже много чем попробовал заниматься, первым его увлечением была фотография. Когда Яна Рудковская выкладывала в свой инстаграм профессиональные фото, никто и не подозревал, что их делает ее сын Коля. Он помогал маме выбрать наряд, выстраивал кадр и подбирал позы и жесты. Во всем этом прослеживается прирожденный талант к фотографии, к искусству. Мама с удовольствием позировала ему, а вот заставить его позировать не смогла, он предпочитал быть по другую сторону камеры. Однако потом Коля резко изменил род занятий, он решил заняться футболом. Его первой школой стал футбольный клуб «Торпедо». Батурин играл нападающим «Торпедо-02». Причем он шел к своей мечте непростым путем. Для того, чтобы играть в такую динамичную игру, нужно было значительно сбросить вес. Яна и Евгений всеми силами пытались ему помочь, и однажды Плющенко пришла идея – нужно брать мальчика с собой на тренировки, водить его в тренажерный зал и давать специальные нагрузки для похудения. Мама поддержала идею, и Коля начал ходить с отчимом на его тренировки, поехал с ним на сборы. В одном из интервью Яна Рудковская рассказала, что очень гордится сыном и мужем, и что Коля сбросила целых 10 килограммов веса. Батурин мечтал стать профессиональным футболистом, однако карьеру в этом виде спорта он начал довольно поздно, поэтому ему пришлось нелегко. Позанимавшись в торпедо три года, он понял, что достиг неплохих успехов, и все ему об этом говорили. А потом в его жизни произошло настоящее событие – он поехал учиться у тренеров знаменитого испанского клуба «Барселона». В Сочи был организован клуб, куда приезжали именитые тренеры, и российские ребята могли там поучиться у профессионалов своего дела. Из этой поездки Коля приехал совсем другим человеком. Ему тогда было всего 14 лет, но выглядел он гораздо старше и серьезнее своих сверстников. На его примере можно было понять, как выглядит человек, который взял на себя ответственность за успех команды. Мама говорила ему, что у «Барса» есть свои ценности, и им следует каждый футболист. Но одно дело, когда говорит мама, и совсем другое, когда ты впитываешь это всей кожей, каждой клеткой уважения, самоотдача, целеустремленность, командная работа и скромность. Крутой разворот, а потом случилось так, что Коля почувствовал тягу к музыке. Вместе с Владом Рамом он записал демо-версию одной песни и показал ее маме. Она с удивлением обнаружила, что у сына есть талант в музыке. У Владислава был контракт с группой «Имбэнд», и он не мог выступать с сольными проектами до 2021 года, однако потом вопрос решился. И Коля с Владом записали первую песню «Хватит духу». Эта песня показала, что у ребят получится отличный дуэт, и они начали записывать новые проекты. Потом был дебютный альбом «Незнакомый мир». После выхода этого альбома Батурин дал интервью, в котором сказал, что альбом – один из отрывков его жизни. В нем собрано все – и плохое, и хорошее, и классное. Альбом похож по стилю на хит-хоп, однако есть в нем что-то такое, чего пока еще никто не делал. Также Коля сказал, что песня «Бежим по краю» – это сингл, и на нее уже снимается клип, который должен получиться очень классным. Похоже, в этом интервью он высказал свое кредо. По крайней мере, на сегодняшний день я обычный парень, который любит делать музыку и будет ее делать. Личная жизнь, как всякого молодого человека, Коля заинтересует вопрос отношений с девушками. Это особенно заметно по дебютному альбому. Основная его тема – девушки, которые не очень хорошо поступают с парнями. В его личной жизни были романические встречи, однако все самое главное, думается, еще впереди, ведь ему пока так мало лет.